Тибетский буддизм В Индии доктор Берзин занимался переводами и исследованиями, после этого он переехал в Германию, в Берлин, где живет и сейчас, занимаясь созданием и поддержкой сайта www.berzinarchives.com Это очень крупный проект, который содержит более 700 статей и главкниг, а также более 600 аудиолекций Это учение Дхармы, его самого, его учителей, и кроме того, один раздел посвящен межрелигиозным исследованиям Сайт переведен на 7 языков, в том числе есть большая русскоязычная секция www.berzinarchives.ru Сегодня вечером мы поговорим о том, как буддийские учения могут помочь нам в нашей повседневной жизни Когда мы говорим о буддийских методах или о буддийских учениях, то санскритское слово, которое это обозначает «дхарма» И если мы посмотрим, что означает слово «дхарма», то оно означает «то, что возвращает нас обратно» То, что удерживает нас или предохраняет нас от страданий и проблем В буддизме говорится много о проблемах и о том, как с ними справляться Когда буддий учил, в первую очередь учил тому, что известно как четыре благородные истины И что это за четыре истины или четыре факта? Это четыре истины, которые кажутся верными для тех, кто обладает высоким постижением, кто уже продвинулся по духовному пути Они считают, что эти факты верны И эти четыре, во-первых, это наши подлинные истинные проблемы, с которыми все мы встречаемся Во-вторых, какие их истинные причины Что было бы, если бы все эти проблемы прекратились, если бы мы перестали их переживать? И, в-четвертых, это что нужно делать, как нужно себя вести для того, чтобы все эти проблемы прекратились? Таким образом, все буддийские учения направлены на то, чтобы мы смогли справляться с трудностями в жизни? И в Дхарме применяются подходы, которые рациональны, которые приближены к реальности Говорится, что все проблемы, которые у нас есть, имеют свои причины И поэтому нам очень важно посмотреть на самих себя и увидеть, какие трудности мы встречаем в своей жизни Что для большинства из нас довольно трудно, потому что это болезненно посмотреть честно, какие трудности у нас есть в жизни Многие люди отрицают это, они говорят, что у них нет никаких проблем, например, они могут отрицать, что какие-то отношения в их жизни нездоровы Но, тем не менее, они чувствуют несчастье So, one can't just leave it at the level of I'm unhappy, one has to look a little bit deeper at what the problem is Но нам не просто нужно признать, да, я несчастлив, но и посмотреть, каковы причины этих проблем Проблемы не могут существовать сами по себе и возникать здесь ниоткуда, у них должны быть какие-то причины И, конечно, они в силу тех или иных факторов приводят нас к тому, что в нашей жизни появляются эти неудовлетворительные результаты Например, в личных отношениях этими причинами могут быть конфликт между людьми И могут быть осложняющие факторы, например, нам может не хватать денег, экономический фактор У нас могут быть проблемы с детьми или с другими родственниками Могут быть всевозможные причины, которые вносят свой вклад в наши проблемы И Будда сказал, что нам нужно все дальше исследовать, в чем же самая глубочайшая причина этих проблем И глубочайшая причина наших проблем – это наше заблуждение относительно реальности Мы несчастливы, мы испытываем боль И, конечно, у этого есть какая-то причина Возможно, наш ум очень сильно встревожен, и вследствие этого мы действуем под влиянием гнева И, конечно, никто не счастлив, когда он встал, да? А когда мы испытываем гнев, конечно, мы несчастливы, не правда ли? И нам важно понять, что если наше несчастье вызвано гневом, то нам важно избавиться от гнева Или, например, если мы беспокоимся, беспокойство – это очень неприятное состояние ума Когда мы беспокоимся, мы несчастливы, не правда ли? Как сказал один индийский мастер, если у вас трудная ситуация, и вы можете что-то сделать в этой ситуации, просто делайте это, волноваться нет никакого смысла Если вы ничего не можете сделать, то также зачем волноваться? Это не поможет Но поскольку мы заблуждаемся относительно этого момента, мы его не понимаем, то мы продолжаем волноваться, хотя волноваться не имеет никакого смысла Также у нас есть другой уровень проблем Это такая проблема, как то, что мы никогда не можем достичь удовлетворения Конечно, в какие-то моменты мы счастливы Но, к сожалению, это время не длится вечно И мы хотим все больше и больше, мы никогда не удовлетворяемся Например, у нас есть любимая еда, если мы один раз ее поедим, это нас не удовлетворит, не правда ли? Мы хотим есть ее снова и снова А если мы съедим ее слишком много за один раз, то то счастье, которое мы поначалу испытываем, превратится в боль в желудке Мы несколько заблуждаемся по поводу вот такого обычного счастья Вместо того, чтобы наслаждаться им таким, какое оно есть Мы понимаем, что если оно не длится долго и не удовлетворяет нас полностью, ну что ж, ничего страшного Если оно уходит, то ладно Но нет, мы стараемся схватиться за него, мы не хотим его терять, и тогда мы чувствуем несчастье Например, мы находимся с нашими любимыми друзьями и наслаждаемся их компанией, но в какой-то момент им нужно уехать, и этот момент неизбежно наступит Есть очень хороший пример, образ, который мы здесь используем Когда в нашей жизни появляется человек, очень хороший, которого мы очень любим Он подобен птице, которая подлетает к нашему окну Если к нам прилетела красивая птица, то мы можем или наслаждаться ее красотой Но, конечно, она рано или поздно улетит, свободная птица Но если мы покажем себя с лучшей стороны, будем добры к этой птице, то она может вернуться обратно Если же мы поймаем эту птицу и посадим ее в клетку, она будет очень несчастлива и, возможно, даже умрет Точно так же и люди появляются в нашей жизни подобно вот этой вот дикой птице И лучшее, что можем сделать, просто наслаждаться их обществом, пока они с нами И когда они уходят, по какой бы то ни было причине, из-за отсутствия времени или другой Что же поделать? Это случается, эксклюзив И если мы спокойны и расслаблены и не выдвигаем никаких требований, например, «никогда не покидай меня» или «мне будет плохо», то в этом случае вполне возможно они вернутся Если же мы будем за них цепляться и выдвигать возможные требования, то это просто отпугнет их Конечно, когда мы заблуждаемся по поводу обыденного счастья, которое есть в нашей жизни, у нас будет много проблем с ним связанных Мы даже не сможем наслаждаться тем временем, которое проводим вместе, потому что мы будем бояться, что рано или поздно оно закончится Мы можем представить собаку, которая ест из миски, и при этом она озирается вокруг, и она рычит, потому что думает, что кто-нибудь может прийти и забрать ее еду, то есть она ест и боится И иногда мы ведем себя точно так же, не правда ли? Вместо того, чтобы просто наслаждаться тем, что у нас есть, пока у нас это есть, а когда это закончилось, что ж? Но, конечно, это не так просто, как это звучит, даже если это просто звучит Это требует определенной подготовки, определенных упражнений, когда мы под этим углом смотрим на жизнь Но Будда сказал, что прекратить все эти проблемы навсегда возможно И каким образом нам следует устранить причины этого? То есть это очень рациональный, логичный подход Если у нас закончится топливо, то не будет огня Будда сказал, что возможно избавиться от всех этих проблем так, что они никогда не возникнут То есть мы не удовлетворяемся каким-то временным прекращением этих проблем Это было бы подобно тому, как мы идем спать Когда мы спим, у нас нет трудностей во взаимоотношениях Когда мы просыпаемся, проблемы все еще с нами И то же самое, если мы едем на выходные куда-то в отпуск То, когда мы возвращаемся домой, то все эти проблемы, которые мы там оставили, они к нам снова возвращаются То есть это не долгосрочное решение Так же Будда и не сказал, замолчите и продолжайте жить со своими проблемами, ничего с ними делать не надо Ведь это так же не очень хорошее решение, не так ли? Мы чувствуем себя беспомощными, нам кажется, что мы ничего не можем сделать и мы просто сдаемся И нам важно стараться преодолеть наши трудности, даже если мы видим, что мы не достигли очень большого успеха Все равно важно продолжать стараться И если мы все-таки хотим по-настоящему избавиться от этих проблем, то тогда четвертая благородная истина – это метод Мы должны следовать определенному методу для того, чтобы избавиться от нашего заблуждения и всех этих проблем на самом глубоком уровне И нам нужно для того, чтобы избавиться от заблуждения, не просто обрести правильное понимание, но и сохранять его все время И для этого нам нужно развить сосредоточение И для того, чтобы, пользуясь этим сосредоточением, мы могли снова и снова возвращаться к нашему правильному пониманию, все время подтверждать его Нам также необходима самодисциплина Итак, основные методы, которые мы применяем в буддизме для того, чтобы предотвратить эти проблемы – это дисциплина И сосредоточение И правильное понимание, которое иногда называют мудростью И, конечно, к этому следует добавить то, что главной проблемой наших страданий является эгоизм А в значительной степени наш эгоизм основан на нашем неведении, на заблуждении относительно реальности Почему-то нам кажется, что мы единственный человек, который в этом мире вообще существует И даже если мы все-таки признаем, что в этом мире есть другие люди, совершенно очевидно, что мы все-таки являемся центром этой Вселенной, нашей Вселенной И из-за этого мы думаем, что все должно всегда быть по-нашему Я всегда должен получать то, что я хочу, а если этого не происходит, тогда я очень несчастлив Но это весьма большое заблуждение в отношении реальности, потому что есть и другие люди И с этой точки зрения нет ничего особенного вот в этом нашем Я Все мы одинаковые В том смысле, что все хотят быть счастливы и никто не хочет страдать И каждый хочет получить то, что хочет, и боится не получить то, что... и боится этого не получить И, тем не менее, нужно каким-то образом жить вместе, потому что мы уже живем вместе, очень просто И если мы говорим о том, что поможет нам преодолеть наши проблемы, это любовь и сострадание, забота о других И альтруизм И альтруизм Точно так же, как мы хотели бы, чтобы другие помогали нам, и другие хотят, чтобы мы помогали им И, конечно, мы не святые и не бодхисатвы, это совершенно точно У всех есть те или иные заблуждения И из этих заблуждений мы действуем под влиянием беспокоящих эмоций Например, если мы думаем, что мы центр Вселенной, и важнее нас никого нет То ощущение, которое у нас появляется одновременно с этим, это ощущение неуверенности Потому что если у нас есть заблуждения, то появляется и неуверенность Мы думаем, ну да, я самый важный человек во Вселенной, но почему-то вот люди со мной так не обращаются? Что-то здесь не так И какие мы можем использовать методы, стратегии, когда мы чувствуем неуверенность? Стратегии, которые мы используем, чтобы сделать себя более уверенными Каким образом мы можем обрести больше уверенности? Во-первых, нам может казаться, что если мы сможем заполучить как можно больше вещей и у нас в жизни будет всё, то это сделает меня уверенным в себе Если у меня будет достаточно денег или достаточно внимания со стороны других людей или достаточно любви, то это сделает меня счастливым Но, как мы видели, природа вот такого вот вида удовлетворения, она не длится бесконечно и она никогда не удовлетворяет нас полностью Мы всегда хотим больше Давайте подумаем об этом, это имеет смысл Если те, кого мы любим, говорят нам, я тебя люблю один раз, достаточно ли нам этого? Мы действительно больше не хотим ни разу это слышать? Мы никогда не уверены в этом, мы всё время хотим слушать это ещё и ещё Мы не можем достичь того уровня, когда мы скажем, хорошо, всё, больше не говори мне этого, я знаю, что это так И когда мы говорим о жадности, мы имеем в виду не только жадность до материальных благ, но и жадность до внимания Мы до любви, в первую очередь до внимания, это можно видеть на маленьких детях Вот один из способов, один из механизмов, как можно решить эту проблему, если мы получим как можно больше, то это сделает меня уверенным Но это никогда не работает Другой механизм, нам кажется, что если мы сможем избавиться от всего, что нам не нравится и что заставляет нас чувствовать неуверенность, чего мы боимся, тогда мы обретём уверенность Но мы никогда не чувствуем себя в безопасности Всё время какая-то угроза И мы всегда следим, вот, может быть, какой-то человек сейчас сделает что-то, что нам не нравится И тогда мы становимся злыми Мы стараемся как-то прогнать, избавиться от этого человека Иногда мы очень сильно защищаем себя Можно, например, подумать о примере с взаимоотношениями И мы чувствуем, что другой человек не обращает на нас достаточно внимания, не уделяет нам достаточно времени И мы кричим на этого человека Будь внимательнее со мной, проводи со мной больше времени И что получается в результате? Как правило, этот человек от нас только отдаляется Или они остаются, но чувствуют себя с нами не очень хорошо, и мы это понимаем Они просто делают нам одолжение, оставаясь с нами Почему мы вообще думаем, что если мы будем злиться на других, то мы будем нравиться им больше? Это весьма абсурдно, не так ли? И эти механизмы, которые мы используем для того, чтобы защитить себя, они на самом деле, как правило, только ухудшают положение дела Другой механизм, который мы используем, это создание барьеров И это основано на наивности Мы думаем, если я с этой проблемой просто не буду никак взаимодействовать, она, в конце концов, сама исчезнет Я не хочу об этом слушать Ведь, вы знаете, бывает такое отношение к проблемам, и мы просто возводим такой барьерозащитную стену Но это наивность, потому что проблема не исчезнет просто потому, что мы будем ее игнорировать, не признавать Итак, на основании этих беспокоящих эмоций Получается так, что мы действуем всевозможными разрушительными способами Мы кричим на других, можем даже кого-то ударить Мы можем чувствовать жалость к себе, какой я несчастный, и украсть, если мы думаем, что нам ничего недостаточно, у нас ничего нету Мы можем думать, что это каким-то образом поможет Много лет я жил в Индии, и вот пример из моей жизни В Индии очень много насекомых Их очень много и всевозможных видов, как их только можно представить И всех их перебить невозможно Выиграть в этой битве совершенно невозможно И поэтому единственное решение проблемы — это научиться с ними жить Если вам не нравятся насекомые, которые живут в вашей комнате, вы спите, надев вокруг себя, где-то там на кровати, да, противомоскитную сетку, и это мирное решение Чем отправиться в сафари Встать ночью и попытаться перебить всех этих насекомых — это все равно совершенно бесполезно, потому что под дверью щели окна плотно не закрываются, и новые насекомые все равно прилетят И здесь у нас появляется разрушительное поведение, мы думаем, я должен от них избавиться Есть много разных форм разрушительного поведения — это ложь или, например, когда мы говорим кому-то о грубости и так далее А также, например, изнасилование и другое неуместное половое поведение и все другие подобные вещи И когда мы действуем этими деструктивными способами, то мы получаем страдания, мы не только причиняем страдания другим, но мы страдаем сами И мы можем подумать об этом в буддизме очень четко говорится по поводу того, что не следует убивать Now, the point here is that if you get in the habit of anything that you don't like, you kill, you know, like with mosquitoes, for example, then that's your first automatic response, isn't it? И почему? Потому что если у нас появляется привычка все, что нам не нравится убивать, например, комаров, то у нас постепенно вырабатывается именно этот ответ в подобных ситуациях Мы ведем себя в этой ситуации всегда именно так So, we might not kill, but the point is that anything that we don't like, we snap out in a very violent way It could be verbally, it could be physically, it could be emotionally И мы не обязательно будем именно убивать, но у нас появится привычка попытаться атаковать все, что нам не нравится физически или словами или на эмоциональном уровне вместо того, чтобы научиться с этим жить, как-то работать, взаимодействовать и при этом сохранять спокойствие ума Now, sometimes, of course, you might have to kill, for instance, there could be insects that are eating the crops, there could be insects with disease, etc. Буддизм is not fanatic Есть ситуации, когда нам приходится убивать, например, есть насекомые, которые уничтожают урожай, есть насекомые, которые разносят болезни И буддизм здесь не придерживается фанатичной точки зрения Но важно и не быть наивными по этому поводу Нам важно не действовать под влиянием гнева, например, когда мы думаем, я ненавижу этого малярийного комара, и тогда мы его убиваем И не следует пребывать в наивности относительно тех последствий, которые за этим последуют Just a simple example, if we use insecticides all over our vegetables and fruit, well, we also eat that, and it can cause disease So, there are negative side effects Простой пример, если мы используем различные химические вещества для того, чтобы убить насекомых, то в конечном счете эти вещества попадают и на наш урожай, и мы потом сами их едим, и это может вызвать болезни Таким образом, есть всегда вот такие побочные эффекты So, the point here, coming back to our original jumping-off point here, is that our methods are discipline, concentration, and understanding, supplemented by love and compassion И, возвращаясь к тому, с чего мы начали, нам нужны самодисциплина, сосредоточение и правильное понимание, которые будут сопровождаться любовью и состраданием So, how do we apply these preventive measures in life to avoid problems? Каким образом мы применяем эти предохраняющие средства в жизни для того, чтобы избежать проблем? First level, the first thing we do is apply ethical self-discipline Во-первых, мы применяем самодисциплину, нравственную самодисциплину Which is to avoid acting destructively А именно, избегаем разрушительного поведения Right? Acting destructively is acting under the influence of these disturbing emotions Anger, greed, attachment, jealousy, naivety, etc. И что имеется в виду здесь под разрушительным поведением, это когда мы действуем под влиянием этих эмоций, таких как привязанность, жадность, гнев, наивность, ревность И речь идет о том, что когда нам хочется действовать разрушительно Мы со всей определенностью решаем, нет, я таким образом поступать не буду Если я хочу накричать на другого человека за ошибку, которую он сделал Я знаю, что если я на него накричу, то ситуация только усугубится Я могу поправить этого человека, сделать что-то с этой ошибкой, которую он допустил Но если просто я буду кричать на него, то ситуация только ухудшится И особенно когда мы называем другого человека всевозможными обидными словами, определенно это не поможет никак в ситуации И здесь нам нужно еще до тех пор, пока мы не начали действовать разрушительно Мы должны обнаружить, что мы собираемся действовать таким образом и удержать себя от этого Поняв, что если мы это сделаем, это не принесет никакой пользы При этом мы не говорим, что мы должны держать гнев внутри себя, так что он нас постепенно разъедает А в конце концов мы накапливаем его, накапливаем и взрываемся И когда это происходит, когда у нас таким образом гнев накапливается и мы чувствуем, что мы его уже не можем сдержать, то важно не выплескивать его на другого человека И если мы будем бить в стену, то единственное, чем мы добьемся, мы просто повредим себе руку, это тоже довольно глупо То есть нам важно научиться решать это каким-то другим способом Например, мы можем бить в подушку или можно, к примеру, помыть все полы в доме Это вот, возможно, наши матери могли бы мудро порекомендовать нам такой способ действовать, когда у нас появляется раздражение и неудовлетворенность И действительно это помогает, когда мы таким образом пытаемся направить вот эту энергию, силу этого сдерживаемого долгое время гнева Но если мы становимся более и более привлекаемыми к этому способу действовать, то, что мы расстреляем от действиями, когда мы чувствуем, то, что мы используем здесь Это то, что называется, «дискриминарная» Мы дискриминируем между тем, кто помогает и тем, кто не вредит И на основе этого мы можем оставаться спокойными, а не просто держать веще веще И когда мы тренируемся в том, чтобы не действовать под влиянием этих эмоций и воздерживаться от этих разрушительных видов поведения Мы при этом пользуемся распознающим осознаванием, то есть способностью различать чёрное и белое, хорошее или плохое, с помощью которого мы и не накапливаем гнев И каким образом? И каким образом? И каким образом? И что нам помогает делать это в повседневной жизни? Такой фактор, как пометование, обычно его переводят как пометование С помощью него мы удерживаем свой ум на принятом нами решении Он подобен умственному клею, который удерживает нас на этом понимании Мы приняли решение, я хочу вести себя именно таким образом, я хочу быть вот именно таким человеком И мы от этого решения не отступаем И что мы стараемся сделать? Мы пытаемся быть более пробужденными Дословный перевод слова Будда означает «тот, кто пробудился» Мы пробуждены к тем эмоциям, которые испытываем Какие побуждения возникают в нашем уме? К чему они нас подталкивают? К такому действию или к такому действию? И тогда мы не становимся рабами того, что происходит с нами Мы можем выбирать, как нам действовать Если у меня плохое настроение, оно может измениться, я могу сделать что-то, чтобы поменять его И иногда решение, каким образом прекратить это плохое настроение, может быть очень простым И самое простое из них Это просто уложить больного ребенка в постель Если ребенок болен, он в плохом настроении, все время плачет Проще всего, самое простое, что мы можем сделать, это уложить его спать И когда мы в плохом настроении, часто мы напоминаем вот такого вот больного ребенка И в этой ситуации мы просто можем пойти поспать, вздремнуть И, как правило, когда мы проснемся, мы уже чувствуем себя лучше Или если вы имеете контакт с кого-то, и он достигает очень сильный состояние Ну, вы знаете, что в этой ситуации другой человек уже не слушает вас, и вы не слушаете их Это лучше закончить контакт И если мы с кем-то спорим, то, как правило, мы сами знаем, что Когда мы пытаемся что-то другому человеку доказать, а другой человек пытается что-то доказать нам То в большинстве случаев мы друг друга не слушаем, и поэтому продолжать разговор не имеет никакого смысла В этом случае нам значительно проще остановиться и сказать Давай продолжим этот разговор потом, когда мы успокоимся И просто пойти погулять для того, чтобы успокоиться И это очень простые методы, в буддизме есть методы более глубокие, но начинать можно с этих Важно начинать и применять те методы, которые мы можем применять И нам важно здесь понять основной смысл Мы узнаем, что у нас есть та или иная проблема, и мы пытаемся что-то с ней сделать, пытаемся изменить что-то Мы не остаемся жертвой этой проблемы В некотором смысле мы берем управление за тем, что происходит в нашей жизни, на себя И когда мы развиваем пометование, то мы учимся удерживать свое внимание на правильном понимании этих проблем, если мы видим, что мы действуем на правильном понимании этих проблем и того, каким образом нам следует действовать. То есть, если мы видим, что мы собираемся действовать разрушительно, мы можем исправить этот способ поведения до того, как мы начали действовать. То есть, мы видим, что происходит, и мы поправляем себя, и таким образом мы воздерживаемся от этого действия. Excuse me, what was the last point? If we develop this discipline in terms of the actions of our body and speech, we can then apply it to our mind, to our way of thinking. И когда мы уже потренировались и научились применять этот метод к нашим действиям, на уровне, например, нашей речи и физических действий, то потом мы уже можем применять его по отношению к нашему уму. So, when we start to have this train of thought of worrying, or a train of thought of poor me, nobody loves me, etc., etc., these sort of things, we say, come on, I don't want to go on this, we call it in English, this train of self-pity, of worry, and so on. This is just going to make me unhappy. And we bring our attention back to something more positive. Когда мы видим, что у нас появляются различные чувства, такие как жалость к себе, мы думаем, меня никто не любит, я никому не нужен, то мы просто возвращаем свое внимание обратно, мы не даем уму отправиться, как мы говорим в английском, в это путешествие, в мир всех этих многочисленных переживаний, когда мы думаем все эти мысли, думаем все больше и больше, и все больше переживаем, мы понимаем, что нам это не нужно, нам это не поможет, и мы возвращаемся обратно. There are many more positive things we can do with our body, you know, with our mind, than just sitting and worrying. Мы с помощью наших тела и ума можем сделать значительно больше, чем просто сидеть и волноваться. Many more positive things we can think about, rather than thinking about how terrible everything could be, like when we're worrying. И когда мы боимся, когда мы беспокоимся, мы думаем о том, как все ужасно и как плохо все может стать в будущем. И вместо этого мы можем использовать свой ум другим способом, мы можем думать о чем-то более положительном. Because, you see, what we're trying to develop here is concentration. So, when our attention wanders off, we bring it back. И что мы здесь развиваем? Это сосредоточение. Как только наше внимание начинает блуждать, мы возвращаем его обратно. Например, мы разговариваем с другим человеком, и наше внимание начинает блуждать. Это не обязательно какое-то беспокойство. Мы просто можем, например, начать думать, когда этот человек наконец закончит. Мы можем думать, что мы будем есть на обед, любые мысли. Но в этот момент, когда они появляются, мы уже прекращаем обращать внимание на человека. Или мы начинаем комментировать в своем уме, как глупо то, что вот он только что сказал. Когда это происходит, мы просто возвращаем свое внимание обратно и продолжаем слушать этого человека. И вот таково практичное применение концентрации, сосредоточения. Но это требует дисциплины, и нам следует развивать эту дисциплину сначала по отношению к действиям на уровне тела и речи. И когда у нас появляется этот навык, когда мы научаемся возвращать свое внимание обратно, то тогда уже мы сможем использовать этот навык в любой ситуации. Например, мы начинаем с того, что развиваем пометование в отношении того, как мы держим тело, в какой позе мы сидим. Если мы обнаруживаем, что наши плечи напряжены, наша шея напряжена, то мы видим, да, они напряжены, и мы просто расслабляем их. Это просто matter of paying attention, remembering, and doing something about it. Итак, все, что нам нужно сделать, это сначала обратить внимание, потом вспомнить, и потом сделать что-то. Или, например, в какой-то ситуации мы возбуждаемся, причем тогда, когда это совершенно неуместно, мы начинаем говорить более агрессивно, мы начинаем говорить все больше и больше, и тогда мы понимаем, что это неуместно, мы просто возвращаем свое внимание обратно, то есть возвращаемся к более спокойному состоянию, и это подобно тому, как мы опускаем и расслабляем наши плечи. И вот таков секрет, как применять учения Дхармы в повседневной жизни. Мы просто помним о них, мы обращаем внимание и делаем что-то, применяем их. И мы делаем это не потому, что хотим быть хорошими, или потому, что хотим ублажить своего учителя. Мы делаем это потому, что хотим избежать проблем, трудностей. Мы знаем, если мы ничего с этим делать не будем, то мы просто будем больше страдать. И это не развлечение, не правда ли? И потом мы можем применять это сосредоточение для того, чтобы работать с нашими чувствами, с тем, что происходит у нас в уме. Да, конечно, работать с чувствами значительно труднее. Но вот, например, как я уже сказал, если мы чувствуем, что мы сверх меры будоражимся или возбуждаемся, то мы просто можем успокоиться. И потом, когда мы развили эту способность к сосредоточению, мы можем направить ее на то, чтобы правильно понимать, что происходит. У нас есть всевозможные заблуждения о реальности, о том, как существуем мы сами, о том, как существуют другие, о том, как существует весь мир. И из-за этого заблуждения у нас есть всевозможные проекции, которые на самом деле нереальны. Такие проекции, как, например, мы можем думать, что я неудачник, я очень плох, или, например, наоборот, что я просто бесподобен, я самый лучший человек в мире. Мы можем проецировать на себя бедного несчастного «я», думать, что никто меня не любит. Но если мы проанализируем эти мысли, действительно ли нас никто не любит, неужели наша мама нас не любила, неужели наша собака нас не любит, то в это трудно поверить. Но мы проецируем эти фантазии. И мы верим, что это именно так. И в этом как раз и проблема. Мы можем думать, что я не приду или опоздаю на встречу, в этом совершенно нет ничего страшного, человек, с которым я встречаюсь, у него нет никаких чувств. И тогда мы будем совершенно... мы тогда совершенно не будем заботиться о других людях. Но у других людей есть чувства, точно так же, как и у нас. И на самом деле никто не любит, когда ему не звонят, когда человек не приходит на встречу, каким-то образом не показывается. Абсолютно никто. И нам нужно с помощью нашего сосредоточения прорваться сквозь всех этих проекций и перестать проецировать этот мусор. Потому что именно он и является глубочайшей причиной наших проблем. Я – центр в универсии, я всегда должен быть мой способ, я – самый важный человек. Это, естественно, проекция фантазии. Никто – самый важный человек. Например, я – самый важный человек во Вселенной, все всегда должно быть так, как я хочу, у меня должно быть все, что мне нужно. И, определенно, это фантазия, это проекция, потому что ни один человек не является самым важным во Вселенной. Но из-за того, что мы верим в это, мы эгоистичны. И, если мы хотим преодолеть эгоизм, то нам важно деконструировать эти проекции, остановить их. И, даже если мы чувствуем, что я – центр Вселенной, существую только я один. Потому что, если мы закроем наши глаза, то тот внутренний голос в нашей голове продолжается, а все остальные исчезают, и у нас появляется чувство, что существую только я один. Нам нужно помнить, что эта иллюзия, на самом деле, это не так. Кажется, что это так. И нам важно не верить в это. Таков истинный путь, как сказал Будда, который позволит нам достичь истинного прекращения наших проблем. И нам важно удерживать, сохранять это правильное понимание все время. Если оно все время будет с нами, у нас никогда не появится заблуждение. А если у нас не будет заблуждения, то не будет ни гнева, ни жадности, ни привязанности. Если у нас не будет этих эмоций, то мы не будем совершать разрушительные поступки. Если мы не будем совершать разрушительные поступки, то не будут появляться и всевозможные проблемы с нами самими и с другими. Таков основной буддийский метод для того, чтобы справляться с жизненными трудностями. Если мы хотим быть счастливыми, более счастливыми в наших отношениях, то нам важно признавать, что и я, и другой человек, мы люди, и мы одинаковые, у нас есть чувства. У всех есть недостатки, у всех есть достоинства. У меня они есть точно так же, как и у вас. И никто не является прекрасным принцем или принцессой на белой лошади. Мы всегда ищем идеального партнера, принца или принцессу на белой лошади, но такого партнера не существует, это проекция. И мы думаем, что, да, вот этот человек, он или она будет принцем или принцессой, и когда мы видим, что это не так, то тогда мы злимся на этого человека. И тогда мы пытаемся от этого человека избавиться, и уже начинаем проецировать на следующего человека, что он или она будет принцем или принцессой, но мы никогда не достигнем этого успеха, потому что принцев и принцесс не существует. И если мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения, нам важно признавать реальность. И реальность, как я уже сказал, в данном случае означает, что и у меня, и у другого человека есть как достоинства, так и недостатки, и никто не является центром Вселенной. И эти решения мы находим в любой религии, это общечеловеческие ценности, мы стараемся быть добрыми, мы стараемся заботиться о других. Мы развиваем терпение, щедрость, мы развиваем всепрощение, то есть все те качества, о которых говорится в разных религиях во всех тех традициях, которые говорят об общечеловеческих ценностях. То же самое и с нашими отношениями на работе, в офисе, в бизнесе. Если мы добры по отношению к нашим коллегам, сотрудникам, с которыми мы работаем, или если мы начальник, если мы добры к своим подчиненным, которых мы нанимаем, то весь наш бизнес, вся наша работа будет протекать значительно лучше. Если вы работаете в магазине, и вы вежливы и добры по отношению к посетителям, то вся обстановка, вся атмосфера будет значительно более приятна, не так ли? Если мы честны в отношениях, если мы не обманываем других, то в этом случае они будут значительно-значительно лучше. Это не значит, что мы не должны стремиться к доходу, но важно не быть жадными в этом смысле. А если другие обманывают нас просто потому, что другие не следуют всем этим правилам, то, собственно говоря, отчего мы ожидали? Но с буддистской точки зрения мы не называем этих людей плохими, мы просто говорим, что они заблуждаются. Они не понимают, что если они таким образом будут действовать, то таким образом они будут создавать тебе все больше и больше проблем. Они никому не будут нравиться. И поэтому они для нас скорее объект сострадания, чем гнева. И если мы видим их как объект нашего сострадания и не гневаемся на них, то когда они обманывают нас, мы не страдаем во всяком случае эмоционально. Но в следующий раз мы стараемся быть более аккуратными, чтобы нас не обманули снова. Но что вы ожидаете от людей? Многие люди такие же. Так что это реальность. Продолжение – это, что все люди честны. Все люди не честны. Было бы хорошо, если все были честны, но не все. Так что мы можем пытаться быть честными. Потому что если мы думаем, что все люди вокруг честны, это тоже проекция. Это наивно думать, что все другие честны, потому что это не так. Если во всяком случае мы сможем развивать это качество, то это уже будет хорошо. Now, do we have to follow a strict Buddhist spiritual path of meditation and so on, rituals, in order to apply these methods? Well, not really. Excuse me. Not really. We don't have to follow a strict standard spiritual path in order to apply all these things. И для того, чтобы применять эти методы, нам не обязательно во всей строгости следовать традиционному буддийскому пути, когда мы медитируем и занимаемся другими практиками. His Holiness the Dalai Lama always speaks about secular ethics and human values. Его святее, что Dalai Lama всегда говорит о светской этике и человеческих ценностях. Being kind, being more mindful, not being naive, not projecting, you know, fantasy and so on. These are general things that anybody can follow. General guidelines. Доброта, памятование или внимательность, отсутствие наивности, отсутствие проекции. Развивать эти качества могут все люди. И когда мы говорим о медитации, один из способов медитации – это когда мы знакомимся с подобным мышлением, садимся и стараемся мыслить подобным способом. So, when our attention wanders, bring it back, for example. И когда наше внимание начинает блуждать, мы возвращаем его обратно, например. Well, you can do that while sitting in meditation and focusing on a Buddha or on your breath, but you can also do that when you're reading a book, when you're doing anything, bring your attention back, when you're cooking. Это можно делать, когда мы сидим в медитативной позе и направляем внимание на Будду или на дыхание, но то же самое можно делать и в повседневной жизни, когда мы читаем книгу или готовим. Когда мы готовим, и наше внимание начинает блуждать, мы просто возвращаем его обратно от всех этих всевозможных безумных мыслей, которые к нам приходят в голову, и мы просто продолжаем готовить, нам не обязательно садиться в классическую медитацию. И есть много разных способов, как развить эти положительные состояния ума, которые мы можем применять в повседневной жизни, не обязательно во время формальных буддийских ритуалов, когда мы садимся в особую позу. И таким образом мы в жизни применяем то, что называется дхармой, то есть предохраняющими, превентивными средствами, которые позволят нам избегать проблем. Есть у вас какие-нибудь вопросы? Значит, это значит, что если мы хотим избегать стремления, то мы должны быть виноваты все время. Означает ли это, что, если мы хотим избегать страданий, нам нужно сосредотачиваться всё время? В некотором смысле, да, но одна лишь концентрация, одно лишь сосредоточение — это не вся картина. Мы можем очень сосредоточенно кричать на кого-нибудь или бить других, то есть одно лишь сосредоточение — это ещё не вся картина. Но нам важно быть пробуждёнными, важно осознавать, что у нас происходит внутри, какие у нас мысли, чувства и так далее. И в то же самое время осознавать, что происходит вокруг нас с другими людьми. Когда человек приходит домой, например, или у нас родственник, или у нас родственник, или у нас родственник, вы видите, что они очень, очень тяжелые. Вы должны быть alertа. Это не время для того, чтобы начать большую дискуссию с ними об этом важном важном состоянии. Они будут тяжелые. Вы должны всегда быть alertа, focused, на то, что происходит вокруг нас. Например, если наш супруг, любимый, любимая, приходит домой, и мы видим, что человек устал, то это не самое лучшее время начинать какой-то важный разговор. То есть нам важно понимать, что происходит не только с нами, но и вокруг нас с другими людьми. Мы не впадаем ни в одну из крайностей. С одной стороны, мы не впадаем в крайность, когда мы беспокоимся только о себе и не обращаем внимания на других. И, с другой стороны, вторая крайность, которую мы также избегаем, когда мы обращаем внимание только на других, но абсолютно невнимательно к себе. Есть много людей, которые страдают от того, что не могут сказать другим «нет». И они делают для других всё, что им нужно для своих семей, родственников, и это заканчивается тем, что они настолько устают и в какой-то момент просто ломаются. или они обижаются, у них возникает недовольство. И нам важно также быть внимательными к себе, понимать свои нужды. Если нам нужно отдохнуть, значит, мы отдыхаем. Если в какой-то ситуации нам приходится говорить «нет», если мы не можем что-то сделать, это выше моих способностей и возможностей, мы говорим «нет». «Идеально, когда мы говорим «нет», мы также должны дать какие-то предложения, но, может быть, эта другая человек может помочь тебе, дать им какую-то альтернативу, если мы можем». В лучшем случае, если, конечно, это возможно, мы должны сказать другому человеку, у кого ещё он может получить помощь. Мы говорим «нет, я это не могу сделать, но ты можешь обратиться к тому-то и тому-то». То есть мы просто пробуждены к тому, что происходит внутри нас, снаружи. И после этого мы применяем правильное понимание и любовь и сострадание. Нет. Да. Вы говорили о том, что есть разные простые, более поверхностные методы, как можно справляться с разрушительными эмоциями, такими как гнев. Например, мы можем убраться в комнате или пойти поспать. Но также Вы сказали, что есть и более глубокие буддистские методы, и не могли бы Вы намекнуть, какие они, в каком направлении нам следует следовать. Well, one level, going a little bit deeper, for dealing with anger when we're angry with someone, is to develop patience. Now, how do we develop patience? There are many, many methods, but one method, for instance, is if I didn't put up the target, nobody would hit it, it's called. Первый уровень, когда мы развиваем, например, такое качество, как терпение, если у нас появляется гнев, то мы развиваем терпение. Один из советов, который можно здесь дать, можно выразить поговоркой, если мы не поднимаем мишень, никто не будет в нее стрелять. Например, я попросил Вас что-то сделать, Вы это сделали неправильно, и у меня появляется склонность разозлиться. Или, если Вы это вообще не сделали. Чья же здесь ошибка? Вообще, это моя ошибка. Я был слишком ленив, чтобы сделать это сам, и попросил сделать это Вас. So, you know, what do I expect? When you ask somebody to do something, let's say, if you ask a little two-year-old to bring you a cup of hot tea, and they spill it, what do you expect? Of course, they're gonna just spill it. So, the same thing. What did we expect, when we ask somebody to do something for us? Что мы можем ожидать? Это то же самое, как и когда мы просим двухлетнего ребенка принести нам горячего чаю, и ребенок проливает чай. Разве это удивительно? Разве нам следовало бы ожидать чего-то еще? То же самое и в общих случаях. Если мы просим кого-то что-то сделать, почему мы ожидаем, что они будут это делать? So, I realized it was my laziness that actually caused the problem. You don't get angry with the other person. Я признаю, что эта проблема возникла из-за моей собственной лени, и тогда я не злюсь на другого человека. And I'm aware that when I ask you to do something for me, it's because I'm too lazy to do it myself. Either too lazy, I don't have time, whatever it is. But the point is that if I'm asking somebody else to do it, don't expect that they're gonna do it perfectly the way that I would do it, which might also not be correct in the end. And if I do it myself and I make a mistake, there's no reason to get angry with my friends. Если я что-то делаю и допускаю ошибку, нет никого смысла злиться на самих себя. Конечно, я несовершенен, и я делаю ошибки, никто несовершенен. Мы просто принимаем реальность. Я человек, люди делают ошибки. Я сделал ошибку. Если я могу это исправить, то я исправляю это. Нет никакой необходимости чувствовать при этом гнев. Если я не могу это исправить, что же делать? Более глубокий уровень, как справляться с этими чувствами, это понимание реальности, глубокое понимание реальности самих себя. До этого я говорил о... на довольно простом уровне. И хотя... Тем не менее, это очень полезно. Мы можем думать, если я не являюсь центром Вселенной, то почему всё всегда должно быть по-моему? Почему? Что у меня такого особенного, что всё должно быть всегда по-моему, а не так, как хотят другие люди? Таким образом, мы начинаем деконструировать это представление о прочном, реально существующем Я, и постепенно мы деконструируем его всё глубже и глубже. Конечно, если мы думаем, что я существую прочным, реальным образом, как центром Вселенной, и всё должно всегда быть так, как я хочу, но это не так... И в буддизме очень много говорится о том, как именно мы существуем и как существуют другие. Мы существуем, но мы не существуем так, как нам кажется, что мы существуем. Нас нет, как вот того маленького человечка, который якобы сидит у нас в голове и что-то говорит. Нас может казаться, что внутри нас сидит маленький человечек, я, который разговаривает, который жалуется, который думает, так, что же мне теперь сделать? Так, мне нужно сделать вот это, и после этого мы начинаем двигать своё тело, как будто внутри нас, как будто наше тело – это машина, внутри которой сидит вот этот вот человечек, но на самом деле его не существует. Но при этом мы существуем, мы разговариваем, мы что-то делаем. И нам важно действительно сначала разобраться с вот этими видимостями, когда нам кажется, что у нас в голове сидит человечек, который разговаривает, и нам кажется, что вот это я, потому что действительно складывается такое впечатление. И буддизм очень многое может предложить в той сфере, которую мы можем назвать психологией. Это вопрос, мы говорили про техники работы с телом, о расслаблении некоторых участков, но какие-то ещё техники есть? Это первый вопрос. А второй вопрос, собственно, откуда берутся эти фантазии, ну, человечек, когда говорят, откуда и почему? Я имею в виду два вопроса. Первый вопрос – когда мы говорим о различных вещах, которые мы делаем с нашим телом, например, когда мы расслабляемся, и так далее. Вы можете объяснить чуть-чуть, что мы делаем с нашим телом? And the second question is, what is the source of all these projections, for instance, this person inside our head that is talking, why it appears? Well, first question in terms of how we relax our body, is that the question? Maybe you could tell us something a little bit more about working with body. You mentioned about that we need to relax our body, but maybe we need to do some more things. Правильно? Well, there are, of course, many disciplines that we can apply for physical health. Есть разнообразные практики, которыми можно заниматься для физического здоровья. Например, есть буддистская медицина, которую можно найти в тибетской традиции. Там очень много говорится о том, как уравновесить энергии в теле. Во многом это связано с нашей диетой. С нашими действиями, например, если мы выйдем на улицу в холодную погоду, недостаточно хорошо одевшись, то мы можем заболеть. Или, например, мы легко заболеем, если слишком много работаем. И нам важно развить осознавание в отношении нашего тела. То есть, тем более спокойным ты становишься внутренне, тем более alerted ты становишься не только к состоянию вашего мозга, но и к тому, как движется энергия в нашем теле. Например, если мы замечаем, что наша энергия взбудоражена, и мы нервничаем. Нервничаем. You can feel it with your pulse being very fast and so on. Then there are very, what should you say, basic things that one could do even just with diet, like stop drinking coffee and strong tea, and take heavier foods that are going to weigh down the energies. Например, если, например, у нас очень сильно бьется сердце, и мы таким образом нервничаем, то мы можем с помощью диеты регулировать наше самочувствие. Например, мы можем пить меньше кофе или крепкого чая, или мы можем есть более тяжелую пищу, которая как бы заземлит наши энергии, или это может быть более жирная пища, к примеру, сыр. И когда ветрено, важно оставаться в тепле при этих симптомах и не на сквозняке. И не находиться рядом с различным оборудованием, которое очень сильно вибрирует, потому что в этом случае наши энергии также будут сильно беспокоиться, даже если все остальное в комнате очень спокойно. Это тоже один из уровней практики. В тибетской традиции меньше внимания уделяется работе непосредственно с телом с помощью физических упражнений, как это, например, делается в Китае или Японии, где развиты всевозможные боевые искусства. Но определенно могут быть очень полезны такие виды боевых искусств, как цигун, тай-чи и так далее. Также это хороший способ развить сосредоточение и помидование в отношении своих движений. Тибетцы занимаются другими упражнениями, это более тонкие техники. Когда мы работаем с нашими энергетическими ветрами, эти техники не похожи на боевые искусства, они больше напоминают йогу. Так вот можно работать с телом. Каков источник всего этого? Это просто так. Но это уже мы переходим к довольно сложному вопросу, когда мы говорим об уме. Когда мы в буддизме говорим об уме, мы не имеем в виду какой-то предмет, мы имеем в виду умственную деятельность. И эта умственная деятельность включает в себя и наше восприятие, и мышление, и эмоции. Это очень обширное понятие. И что происходит, когда работает наш ум? В нашем уме появляются, можно назвать их, умственные голограммы. И, например, когда мы видим, что происходит на голове, наше восприятия, работает наше восприятие, и наше восприятие. impulses, и chemical things, and neurons, and so on. And as a result, there's some sort of mental hologram of what something looks like. But that's really a mental hologram. It's coming from, you know, all these chemicals and electric impulses. Например, когда мы смотрим вокруг, свет, который попадает к нам на радужные оболочки глаз, проникает к нам в мозг с помощью различных клеток, с помощью химических, электрических импульсов. И что мы в действительности видим? Мы видим голограмму, которая создается нашим умом. И когда мы говорим об этих умственных голограммах, это не только зрительные образы, а также мы говорим и об звуках. Мы не слышим все предложение одновременно. Мы слышим его по одному мгновению, за один момент времени. И тем не менее, когда мы его услышали, у нас в уме складывается умственная голограмма, с помощью которой мы понимаем смысл этого предложения. И точно так же могут быть умственные голограммы в виде мыслей или эмоций. Умственные голограммы в форме вербализации, вот того голоса, который у нас там говорится. Все эти явления просто появляются. И когда появляется, когда эти голограммы появляются, также присутствует и познание, с помощью которого мы понимаем то, что мы чувствуем или видим или о чем мы думаем. И эта деятельность умственная продолжается без «я», а «я», который был бы отдельным от этой деятельности, который находится где-то отдельно и наблюдает ее, или контролирует ее, или вызывает ее, она просто происходит. И одна из частей этой умственной голограммы, или одна из умственных голограмм, которые у нас появляются, то, что у нас есть этот голос, который мы называем «я». Кто думает? Это я думаю. Это не вы думаете. И как это происходит? Просто это часть всего этого процесса, когда у нас появляются эти умственные голограммы. Так. So, what is the source of this voice in our head? I mean, that's just the way that, you know, one of the features of mental activity. It's not, what should we say, necessarily how all mental activity works. You know, the voice isn't going on all the time, and I doubt that, you know, the earthworm is thinking with a voice. И эта умственная деятельность продолжается с помощью этого голоса внутри, это часть нашей умственной деятельности, но это не единственное, что включает в себя умственная деятельность. И, например, я сомневаюсь, что у червя есть что-то подобное, который при этом может видеть то, что его окружает, и он также принимает какие-то решения, но у него нет этого голоса. Если подумать об этом, это очень интересно. Это умственная голограмма представляет собой средство коммуникации, когда мы говорим именно об этом голосе. Это способ концептуализации, когда мы облекаем все что угодно, облекаем свои мысли в понятия, в слова. Можно задаться очень интересным вопросом, если человек глухой от рождения, то у него нет этого внутреннего голоса в виде звуков. Он воспринимает этот внутренний диалог в виде жестов. Очень интересный вопрос, на который я, если честно, не нашел пока ответа. То есть, может быть, вот этот вот голос словесный, или это могут быть жесты, или это может быть умственная деятельность, которая есть у червя, характерная именно для него. В любом случае, это все действительно происходит, но что является иллюзией, это то, что при этом присутствует я, которое отдельно от этого процесса. Это я сидит за пультом управления, где-то внутри нашего тела, и видит, что происходит на специальном экране, и говорит в микрофон, нажимает какие-то кнопки, чтобы двигать тело. Вот это все, это полная иллюзия. Но именно за это я, за пультом управления, мы волнуемся, когда думаем, что люди подумают обо мне, что же мне теперь делать. И когда мы осознаем, что оно подобно иллюзии, то тогда нам не о чему волноваться. Мы говорим, мы действуем, и да, это именно мы говорим и действуем. Если кому-то это не нравится, ну, значит, не нравится, что ж. Даже Будда не был способен угодить всем, даже он не всем нравился, так чего же я ожидаю для себя. У нас могут быть любовь, сострадание, понимание, и мы, исходя из них, можем действовать, и нам не обязательно думать, что же о нас подумают другие, беспокоятся по этому поводу. И, конечно, это не так просто делать, как это звучит. Как контролировать себя, когда испытываешь гнев другого человека? Когда? Когда испытываешь гнев другого человека. А когда другой человек гневается на нас, как, что делать? Когда другой человек гневается на нас, как контролировать себя? В основном, чтобы видеть, что они как маленький ребенок. Когда два-летнего ребенка гневается на нас, когда мы говорим, что время идти к себе. И они говорят, что я ненавижу тебя, что ты хорошее. И тогда делают большую, большую штуку. Мы гневы? Ну, некоторые люди гневы, но это просто два-летнего ребенка. Что вы ожидаете? Мы можем относиться к этому человеку как к двухлетнему ребенку. Если двухлетний ребенок гневается на нас, когда мы говорим ему, что пора спать, он может даже нам говорить, что я тебя ненавижу. Но гневаться на него в этой ситуации было бы, наверное, неуместно, хотя некоторые люди при этом гневаются в этой ситуации. И мы просто можем с другими людьми относиться точно так же в этой ситуации. Потому что что нам ожидать от других людей? И мы можем точно так же стараться их успокоить и точно так же делать это по-доброму, как бы мы это делали с двухлетним ребенком. Если мы подумаем об этом, что мы делаем обычно, если двухлетний ребенок злится на нас? Мы обычно просто берем, обнимаем его, выражаем таким образом любовь, и он успокаивается. И если на него кричать, то он будет плакать только больше. Другие люди, они такие, похожи на большие детей. Я думаю, на этом можно закончить. Большое спасибо.